В рамках Европейской недели иммунизации врачи городской поликлиники продолжают рассказывать жителям города о важности и необходимости вакцинации детей. Определенная работа в этом направлении проводится и со школьниками. Уже начиная с первых классов, врачи-иммунологи проводят с ребятами профилактические беседы и разъясняют, для чего необходимы прививки. Урок в начальном классе в городской гимназии сегодня протекает не совсем в привычном для детей режиме. В гостях люди в белых халатах, которые намереваются рассказать учащимся о пользе прививок. Школьники в этом направлении немало проинформированы. Практически каждый учащийся уже знает о том, для чего необходимы вакцины. В незамысловатых детских ответах есть своя истина. Если ты болеешь, нужно делать прививки, чтобы быстрее убить всех микробов. Чтобы не дошла болезнь в наш организм. Предохранить нас от инфекции. Если мы будем делать прививки, эти прививки нам в организм дают витамины. Серьезные лица детей, умный взгляд и их ответы говорят о хорошо поставленной работе. К европейской неделе иммунизации школьники подготовили даже специальную сценку, где сами стали врачами скорой помощи и их пациентами. Делали уколы, накладывали шины. То есть в экстренных условиях оказывали первую медицинскую помощь. Это скорая помощь. Я гулял по улице и, по-моему, сломал руки. Пожалуйста, помогите. Мой адрес на железнице 28, квартира 33. Пожалуйста, приезжайте. Прививку от кори в плановом режиме сделали в медицинском пункте восьмиклассницы Карине Магомедовой. Маленький уколчик обезопасит в будущем девочку от этого инфекционного заболевания. Но прежде чем провести эту процедуру, школьнице необходимо было получить предварительное согласие родителей. Родители дали согласие на прививки, и я тоже не против, потому что считаю, что это помогает мне быть здоровым. Как мы знаем, каждый родитель вправе сам решать, какие прививки нужны его ребенку. Беспокоят врачей то, что в последнее время чуть ли не в геометрической прогрессии растет отказ от вакцинирования. Объясняя молодым мамам и папам, иммунологи говорят, что прививка поможет в будущем бороться с различными инфекциями. Вы берете на себя большую ответственность за здоровье свое и за здоровье своих детей. Для тех, кто еще не принял решение и не привил и не привит до сегодняшнего дня, всемирная неделя иммунизации, которая проходит с 20 апреля по 25 апреля, это еще один важный хороший повод для того, чтобы принять это решение в правильную сторону. Немаловажная часть работы с детьми – учебная литература, а также конкурс рисунка, выставленный в медицинском пункте на тему иммунизации. В общем, наступая по всем фронтам, врачи пытаются донести до школьников положительные свойства вакцинирования. Шахноват Кулиев, Алексей Колесников, Новости Каспитова. Субтитры создавал DimaTorzok